Итак, ребятки, всех приветствую. Ну что, давайте продолжим изучать эту локацию. Что у нас тут интересного? Здесь мы со всеми поговорили. Давайте поговорим с этим мальцом, потом на тренировочную площадку пойдем. Он таращится сквозь тебя, то ли вообще тебя не видит, то ли ты ему не интересен. С тобой все в порядке? Издать такое же ворчание. Ясно, что у тебя на уме? Он таращится сквозь тебя. Ничего необычного ты не замечаешь. Когда ты поворачиваешься обратно, мальчишки, и след простыл. Там какая-то проверка, что ли, судя по звуку, прошла? Ну-ка. С катастрофическими последствиями не проходит проверку на внимание. Ничего себе. Так давайте попробуем ее пройти. Делов-то. Так, предлагаю здесь повыделываться и сдать такое же ворчание. Он еще смотрит прямо через тебя. Когда ты поворачиваешься обратно, мальчишки, и след простыл. О. Все-таки сработало у меня внимание на этот раз. Так, поискать щель среди камней. У меня наставление еще даже активно. Лисью хитрость. Ну нет, лисью хитрость я юзать не буду. Раз ее можно всего один раз использовать. Ты находишь края потайного лаза. Однако ни ручки, ни рычага нет. Лаз не открывается. Он нигде не подсвечивается там, да? Металлические перчатки возьмем. Давай, ты взломаешь для меня это хозяйство? Дэй. Ничего себе. Давайте используем воровские инструменты. Серьезно? Ну это вообще просто смешно уже. А в чем смысл тогда? Я могу просто сначала так каждый раз начинать и не тратить попытки, раз я могу просто по новой все это делать. Все золото. Ну что-то странная фигня какая-то, если честно, прям... Не понимаю зачем. Так, что-то я на тренировочную площадку так и не дошел. Я туда вниз уже начинаю спускаться. А это уже там что-то прям дофига делов каких-то. Давайте все-таки здесь закончим. Дети, смотрите, кто здесь. А че смотреть? Еще. Светлый меч, приключения Балдурина. В картинках. Это где? Книга под завязку, набитая историями о приключениях, кровожадных чудищах, мускулистых мужчинах и грудастых женщинах. На удивление непрочной одежде. Практически на каждой странице кого-нибудь одним ударом разрубают пополам. Внимание привлекает один чуть менее кровавый пассаж. Взгляд на взгляд ее таинственных с помолкой, с поволокой глаз сулил исполнение желаний. Балдурин был заинтригован. Все, чего я не попрошу, переспросил он. Все, что угодно, ответила женщина. Назови, ты получишь это. Что же ты просишь взамен? О, сущую мелочь вылупнулась она. Балдурин рассмеялся. Ни один из членов его могучего... Его могучего тела нельзя было назвать мелочью. Твою душу, Балдуран... А, Балдуран все-таки. Со вздохом молвила незнакомка. Отдай мне свою душу, и ты получишь все, что пожелаешь. Ну хорошо, немного поразмыслив, ответил он. Хочу брюкву. Ты хочешь продать свою душу за брюкву? Хорошую, спелую брюкву, кинул Балдуран. Ну хорошо, ответила женщина. Очертания ее стали заволакивать черным дымом, а цвет кожи меняться на багровый. Будет тебе... Следующая пара страниц вырвана. История продолжается с того места, где Гиволица на этот раз в своем истинном облике стоит на коленях перед Балдураном. Будь ты проклят, Балдуран, теперь и навеки твоя слуга, являющаяся по первому зову, а твоя душа вновь принадлежит тебе. Пусть это послужит тебе уроком, со смехом ответил Балдуран. Против брюквы нет приема. Что это вообще такое? Ой, ладно. А значит, Азут и другие боги, часть первая. Над законом корпит Амонатор, отчего не уйдет виноватый. Его имя навек затвердил человек, подписавшись служить бюрократом. Мастер сладких речей Асмодей, он любого обмана древней. По уверткам и козням в мире нет виртуозней. Если встретишь, спасайся скорее. Ледяное дыхание Аурил без тепла оставляет без сил. Ледяное дыхание Аурил без тепла оставляет без сил. Ей пожертвуй обед, дай полгорсти монет и надейся, что ты проскочил. Ерунда какая. Ладно, давайте поговорим с ребятами. Клинок Фронтира. Кто-то радости детишкам. Эти ребят, ребятишки крепкие и смекалистые. Будущее в надежных руках. Продолжение следует... Ещё раз. У меня не получится, я же не такой, как ты. Уми, тебе не нужно быть таким, как я. Тебе нужно просто выиграть время, чтобы сбежать. Ну, давай, я в тебя верю. Ты справишься. В смысле сбежать? Этот ченок безнадёжен, только зря тратишь время. Это хороший совет, малыш. Тебе стоит прислушаться. Ты на правильном пути, Уми. Давай, отрабатывай то, чему научился. Практикуйте, что ты научил. Рад познакомиться, Клинок Фронтира. К твоим... Улыбка сползает с его лица, и его мысли становятся твоими. Ты Клинок Фронтира, мчащийся по пустошам Аверна. Впереди дьявольская фигура, красная кожа, один изогнутый рог. Она окружена пламенем и высоко вздымает окровавленный топор. Адва пламя. Ты был на том корабле. Что это была за женщина в твоих мыслях? Значит, ты её видел. Её имя Карлах, она солдат архидиволицы. И я своим здоровым глазом поклялся её убить. Выслеживая её по всей преисподней, я добрался до корабля свежевателей разума. Но проклятые литиды заразили меня. Но проклятые литиды заразили меня, прежде чем я смог покончить с ней. Теперь она на свободе, охотится на беззащитных жертв. Если я не убью её, за ней останется долгий шлейф из трупов. Так, а там ещё какая-то проверка сработала. Интересно, что? Проверка такая, давайте глянем. Тафни проходит проверку на историю. Класс сложности 10. Блин, интересно там, что это тогда за девчонка такая. 10-то не сложно выкинуть. Давайте попробуем. Так, ещё раз. Адвокат Дьявола, поборница в войне крови между дьявольскими силами и демонами. Её имя Карлак. Она солдат архидеволицы, и я своим здоровым глазом поклялся её убить. Понятно. Понятно. Она сейчас там, проживая на инноцент. Я не убью её, она будет оставаться ниже, но трейлами сил. Отличное предложение, но в твоём отряде уже нет места. Но когда придёт время, позови клинка. Тебе не придётся долго ждать ответа. Отправляйся в мой лагерь и жди меня там. Превосходный план. Там мы всё и обсудим. Так, отлично. Давайте тогда сразу, да, метнёмся в лагерь. Там с ним по фасту поговорим. Познакомимся. О, у него палатка здесь появилась. Не знаю, была ли она здесь раньше. Кинок фронтира к твоим услугам. Как так вышло, что клинок фронтира стал гоняться за дьяволом в аду? Карлах едва не испепелила фрота Балдура, прежде чем сбежала в Авену, как мне сообщили. И намеревалась вернуться. Она служит самой архидиволицей, Зариэль, воплощения Хаоса. Бестия со сгустком пламени вместо сердца. Я ворвался в Аверну, чтобы её прикончить. Она сбежала от меня. Ей хватило наглости забраться на корабль свежевателей разума, который со своем нёсся через преисподнюю. Я не мешкая последовал за ней. Мне нетерпимо даже думать о том, сколько жизней могла унести Карлах. Какой вред она могла причинить. И кто же дал тебе эту информацию? Могущественный союзник, который настаивает на анонимности. Я связан клятвой, не могу сказать больше. Расскажи мне, Уилл, как ты стал клинком Фронтира. Мой отец как-то рассказал, нельзя выбрать геройскую жизнь преднамеренно, можно лишь ответить на её призыв. Так оно и вышло у меня. Я охотился в открытом лесу, с одинокого возделанного поля. До меня донёсся детский плач. Я бросился туда и обнаружил мальчонку, окружённого гоблинами. Мать была убита, её кровь оросила землю поблизости. Саму драку я толком не помню, но помню, как потом я вытер мальчонке слёзы. Что может быть благороднее, чем спасти кому-то жизнь? Тебе есть, чем гордиться? Гордиться? Нет. Я злюсь. Злюсь на тварей, которые охотятся на тех, кто не может дать им отпор. Злюсь на тех, кто не так называет богов, которым безразлично... Злюсь на так называемых богов, которым безразлично жестокость злодеев. Злюсь на себя за то, что я так долго не замечал страданий побережья. Фронтиру нужен был клинок, и я им стал. Теперь я знаю, наконец-таки, как выглядит живая легенда. Я тоже рад настолько незаурядному знакомству. Когда в черепе сидит червяк, это не способствует уверенности в завтрашнем дне. Но будущее выглядит чуть менее мрачным с таким союзником, как ты. Не вижу у тебя камень на месте глаза. Ты лишился глаза в дыраке? Да, в беспощадном жестоком бою. Это чистейший галеотроп, добытый в Галинских горах, север от Лунного моря. Напоминание о том, что порой приходится проливать кровь и киножертвы. Впрочем, эту историю я рассказываю лишь верным друзьям, в спокойные вечера. Угу. Скажи, а не встречал ли ты в своих странствиях опытных целителей? Сельских знаков я видел немало, но никому из них не под силу извлечь этих червяков у нас из головы. Насколько мне известно, в роще есть целительница по имени Нетти. Возможно, ее дара на это хватит. Надо ее навестить. Так, я прошу тебя пойти со мной. Ага. Блин, ну тут, конечно, не очень удобно в этом плане сделано. Но, допустим, не знаю, там... Я просто хочу посмотреть, что у него там за класс такой. А, я, наверное, это вот так могу сделать. Гуманоид, уровень человек. О, он колдун. Вот он о чем. М-м-м. Ну, можно чисто ради интереса Гейла убрать и попробовать с ним походить. Ой, что происходит? Что происходит? Куда ты лезешь? Знал я в свое время пару колдунов. Они, ребята, не бесталантные, конечно, но иногда слишком внимательно слушают своего заплеченного дьявола. Одно без другого никак. Твоё решение кажется мне неразумным, но спорить не стану. Я буду здесь, в основном. Концентрация наружена, обнаружение мыслей. Ну, у него уровень, конечно же, сразу. С рапирой может обращаться. Дрессировка у него есть. Народный заступник, борец с тиранами, защитник слабых. С каждым новым бедолагой, спасенным вами от неминувой гибели, легенда вас обретает новые подробности. Да. Простое оружие. А, вот где можно смотреть, с каким оружием он умеет обращаться, герой. Ну-ка. У меня. Б. О, ничего себе. Да я вообще машина для убийства. Ну, вот тут еще про музыкальные инструменты, конечно, интересно. Не знал, не знал, что здесь посмотреть можно. Стандартный стеганый гамбинезон. Неплохо смягчает удары, но потеешь в нем, будь здоров. Да послужат они клинку фронтира верой и правдой. Забавно. Чё ты еще умеешь? Оберег от оружия. А, получает половину урон. Такое умение у нас есть. При использовании испытания цели все равно получают... Руки Хадира. Не дает целям выполнять ответные действия. Потусторонний разряд. Броня Агафиса. Вы получаете пять временных очков здоровья и наносите пять единиц урона холодом любому существу. Ага. Но он вообще не ровня волшебнику, то есть он вообще как будто бы про другое. Эти колдуны что-то мне пока не совсем понятно как класс. Ну давайте качнем его. Ответить на следующую атаку у вас врагу пламенем. Сглаз, защита от зла. Я адское возмездие, наверное, возьму. Так. Изучая оккультные науки, вы обнаружили потусторонние инвокации фрагмента запретных знаний, наделяющие вас магическими свойствами. Ничего себе. Когда вы используете потусторонний разряд, добавьте его в модификатор харизмы к урону при попадании, если он не является отрицательным. Харизма аж семнадцать. Охренеть. Броня теней. Ну он же в доспехе, да. Вы можете использовать разговор с животными в любое время, не тратя ячейку заклинания Ваш покровитель наделяет вас даром обворожения Вы получаете умения с навыками обмана и убеждения Вы можете отлично видеть в темноте Вы можете применить ложную жизнь к себе в любое время Так, нет, многоликая маска не нужна Вы научились заклинанию единства с тенями И чё это такое? Когда вы поражаете существо потусторонним разрядом Вы можете оттолкнуть его от себя на 4-5 метра Вор 5 судеб Один раз до следующего долгого отдыха вы можете применить порчу Используя ячейку заклинания колдуна Наводит порчу на трёх существ и менее Они получают штраф к броскам атаки и испытаниям Ну, неплохо, неплохо Пусть будет это тогда Что ещё Даже не знаю Так, подожди Лёгкий доспех Ну да, на него не выучишь эту штуку А ещё, как понял, когда я Гейла убрал Из партии То есть у него и бафы, что ли, все спали? Ну-ка Это нельзя посмотреть? Нет Есть на нём Состояние Магический доспех Всё на месте Даже здоровья осталось столько же Просто интересно, что там тогда за проверку Вот, Гейл теряет концентрационное обнаружение мыслей Понятно Ну, ничего страшного мы не потеряли В теории-то Ладно, давайте докачаем его всё-таки Что за потусторонний разряд, я понять не могу Ну, вот это неплохо Мне советовали взять дьявольское зрение Сказали, что это полезная штука Так что пусть оно будет Так, магия второго круга Слепота Облако кинжалов Коронабезумие О, паралича у меня ещё не было Разбивающий звук Наносит урон всем существам и объектам поблизости Блин Своим можно попасть О, покровитель награждает вас за верную службу Выберите один из следующих договоров Заручиться помощью фамильяра, волшебного духа Принимающего облик по вашему выбору Это может быть животное, бес или квазит Кстати, мне про это вроде говорили Надо пойти сейчас почитать Вы можете призвать оружие договора Или связать уже имеющее, превратив его в магическое Оружие договора использует Ну, короче, летающее оружие Понятно Ваш покровитель дарует вам гримуар Называемая книгой теней Позволяющий творить заклинания Наставления, язвительные насмешки И так далее Нет, я возьму вот это Договор цепи Это что ещё такое? Количество заклинаний, которые вы можете хранить в памяти, ограничено По мере повышения уровня Вы можете заменить старые заклинания новыми Выберите известные вам заклинания И замените другими Да я хрен его знает Что тут брать Я вроде выбрал параличную Типа, ну нажму я это И чё, или не знаю Вот это слепоту А, ну то есть, типа Какое из этих я на это хочу заменить? Да никакое, наверное Все супер Пока я ничего с тобой больше делать не буду Я тебя вообще сейчас из отряда выгоню У меня появилось какое-нибудь задание про него Так, спасти беженцев у меня было Так, когда мы заикнулись об исцелении Нас отослали к некой Нейте Нужно будет отыскать её Во внутреннем светилище Где-то поблизости находится лагерь В котором должна быть некая Нейте Якобы она умеет врачевать любые раны Возможно она поможет мне избавиться от паразитов Вот, и мы получаем Клинок Фронтира Так, ладно, с этим разобрались Давайте сейчас её прокачаем У неё тоже, очевидно, первый уровень Что-то было легко Так, подкласс мастер битвы Сегодня к Агитянке Дальность прыжка существенно утраивается Мастер битвы образец тактического превосходства Сочетание умелого маневрирования и обширного боевого опыта Обеспечивает ему победу практически в любом сражении Вы используете в качестве кубиков превосходства Д8 У вас есть 4 на 10 уровне воина Эти кубики становятся Д10 Они необходимы для приема Для приемов мастера битвы Расходуются при использовании Вы восстанавливаете потраченные кубики Превосходства после короткого или долгого отдыха Ёбаный нахуй Потусторонние рыцари Потусторонние рыцари изучают магию Как дополнение к оружию Магия позволяет им сломить сопротивление Сильнейших врагов Печенен Ко всем мудреным задачам Которые могут возникнуть в бою Вы подходите с одним эффективным решением Вы колошматите по этим задачам со всей своей силы Значение, которое необходимо выбросить при атаке Чтобы нанести критический удар Уменьшается на 1 Этот эффект может складываться Интай мудростью никакая Конечно, там для этих заклинаний всех Испытания, ловкости Интеллект Не думаю, что ее нужно в заклинания тянуть От слова совсем Вот либо печенен, либо мастер битвы Ну пусть дефолтный мастер битвы будет Хотя, подождите А если печенен, то сразу Да, у мастера битвы какие-то маневры появляются Маневры это мощные атаки На выполнение которых расходуются кубики превосходства Потратить действия или ответные действия Чтобы приказать союзнику ударить врага Союзники немедленно используют ответные действия Обезоруживающая атака Наносит дополнительный урон И может заставить цель воронить оружие Отвлекающий удар Ладно, так Обезоруживающую атаку беру Так, перебежка Вы можете уклоняться от атак, наложив на один раунд Помеху при атаках ближнего боя Атака с винтом Вы можете использовать и действия, и бонусные действия Этого хода Чтобы атаковать цель с преимуществом И дополнительно нанести урон Провоцирующая атака Нанести дополнительный урон И попробовать спровоцировать цель атаковать вас Цель получает помеху Атака с маневром Потратить кубик превосходства Чтобы провести атаку Которая наносит дополнительный урон При попадании выберите дружественное существо Которое получит половину его скорости перемещения Оно не будет провоцировать вне очередной атаки Потратить кубик превосходства Чтобы провести атаку Которая наносит дополнительный урон И может испугать цель берем. Точная атака. Вы можете потратить кубик превосходства, чтобы добавить к результатам броску атаки. Толкающие. Ну, тут понятно. Потрать кубик превосходства, чтобы дать союзнику 8 временных очков здоровья. Контр-атак. Когда враждебное существо промахивается по вам атака без него боя, потратите кубик превосходства на мощный ответный удар. Руговая атака. Стремительный широкий взмах. Ну, тоже понятно. Атака-подсечка. Давайте атаку-подсечку возьмем. Все, и... Я ее, к сожалению, оставлю. Думаешь, можешь выжить без меня? Как скажешь. Не заставляй меня ждать слишком долго и боднюю часы, конечно. Меня пока полностью вот это пати устраивает. Как я могу помочь? С... За что ему опыт дали? Еще 71 очко опыта. За что? Подождите. Ну, что тебе это дали? Как узнать-то? Кринж какой. Ну, ладно. Плевать. Дали и далее. Вроде так у меня было, да. То есть, меня вот данная пати вообще полностью устраивает. Ну, я еще с Шадоу Харт не научил с толком обращаться, но... Не могу понять, как она мне больше на дальние атаки или на ближние атаки полезна. Ну, я думаю, адепты D&D и те, кто уже прошли дальше, там, в комментариях мне четко пояснятся, где я не прав и что нужно делать. Так, ладно, уйти из лагеря. С этим товарищем я познакомился. Че, давайте с молодежью поговорим. Шаг, блок, удар. Проклятие, не попадаю, и все тут. Интересная техника. Что, не вытанцовывается? Не то слово. Снаружи гоблины жаждут нашей крови. Тут друиды, то ли выгнать на скотерке, или вообще еще что похуже. Мы должны быть готовы к бою, но я совершенно не умею работать мечом. Прочесть его мышлевого. Ничего себе, вот, вот как это работает. То есть, где-то можно это делать, где-то нет. Давайте попробуем. Посмотрите, как всегда было интересно, как эта опция работает. Он был мальчиком совсем, а я застыл как вкопанный. И Варк ему голову оторвал. Нет, это не должно повториться. Никогда. И еще раз. Очисти свой разум. Прошлые ошибки не имеют значения. Сосредоточиться на цели. Ммм. Мне кажется, он на нас за это вообще взъестся. Давайте попробуем. Верно, мне надо проветрить голову. И шаг, блок, шаг, 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 удар. Есть. Ты в этом и прям понимаешь. Вот, смотри. Нашел у дороги. Думаю, ты найдешь этому применение. И еще совет. Не выкрикивай в голос каждое свое действие. Испортишь противнику сюрприз. А, ну да. Я прикушу язык, когда до реального боя дойдет. Продолжай тренировки. Рано или поздно все получится. Никакие гоблины тебе будут не страшны. Хорошо. Если других фрагов, кроме гоблинов, у нас не будет. Но тут и друиды на нас смотрят как на дерьмо. Но я буду тренироваться дальше. Спасибо тебе. Так, натренировали. Давайте дальше. Скукота. На настоящих гоблинах надо тренироваться. У тебя уже одного глаза нету. Алло. Получен предмет боевой топор. Нормальный ты находки находишь у дороги. Неплохой, кстати. Полуторный. Боевой топор. Я умею с ним обращаться, интересно. Да, умею. Но у меня получше топорик все-таки. Придут гоблины, и я буду готова. Ладно. А, точно. Бей в сердце. Бей в сердце. Ну, ладно. А значит, Азоту другие боги. Часть пятая. Каждый мученик, каждый изгнанник. Суть Эльматера, радостный данник. Жизнь за други своя положи, не скуля. Будет богу почти, что племянник. А, будешь богу почти, что племянник. Говорят, что когда-то Джергал свой престол Келемвору отдал. И теперь он послушно ищет мертвые души. Если те вдруг уходят в астрал. Келемвор, что дворецким у смерти примет нас из земной круговерти. Он протянет ладонь и тебя в новый дом отведет. И твой путь начертит. Ой, тяжело, конечно, читать. Сейчас я тут все кувшины обшиманаю. Так, а туда я не попаду, наверное, да? Идеально. Ну, давайте. Ну, давайте зайдем. Хватит! Сюда нельзя, уходи. А, блин, он с ней разговаривает. Не волнуйся с поручением. Ну, давайте попробуем смотреться в нее. Десять. Ой, надо было бафнуться. Ну, ладно, повезло. Ты видишь, что она кривится от боли. У нее явно что-то не так с ногами. Проклятие. Не смотри, не смотри на меня так. Можешь остаться, только руки не распускай, ладно? Подать тебе руку. Я все равно упаду, ноги не держат, как у... Ноги, как у наврожденного жеребенка. Треклятая зелья. Держу пари, и твое зелье было парализующим отваром. О, ничего себе. Не переживай, нам всем случалось перебрать зелье, так что ноги не держали. Где ты взяла зелье? Старуха из пещеры продала мне его. Та, что торгует варками и припарками. К ее чести зелье сработало. Я сильна, как багбер. И не чувствую страха. И, конечно, она сказала, что могут быть побочные эффекты. Надо было ее послушать. Теперь я тут торчу, охраняя ящики. Охраняя ящики, работа серьезная. Да, жутко серьезная. И все же, чем раньше эта дрянь выветрится, тем лучше. И никакого квеста она не дает? Ничего себе. Ну, давайте пока не будем тогда сюда залазить. Я думаю, мы сюда как-то более квестово зайдем. Может, как минимум, когда с той старухой побеседуем. Ну, то есть, я думаю, пока нет смысла торопиться, но нелегально попадать. Кажется, что это не совсем верное решение. Ладно, погнали дальше тут общаться со всеми. Пока оставим эту девчонку в покое. Где такая дверь какая-то? Какая-то тюрячка. Вот сюда можно попрыгать. Куда-то залезть. О, какую-то штуку посмотреть. Так-так-так. Здесь тоже куча всего. В зависимости от того, как много людей учитываются, чтобы спросить. Блин, локация, конечно, капец огромная. Страшно представить, что будет в каком-то городе. Гоблин, друиды. Не роща, смертельный капкан. Забирай барахло и беги отсюда. Вот тебе мой совет. Спасибо. Ой, случайно. Блин. Я могу или говорить, или собирать вещи. И сейчас я собираю вещи. Мм. Как думаешь, скоро гоблины нападут? Нам надо хоть напиться, что ли? Какой смысл ждать смерти трезвым? Так-так-так, что у меня там обновилось? Найти ясли гитьянки. Мы встретились с Зору. Теперь нужно отвезти к нему Лазеэль. Угу. Так. Это мы сделаем. И заодно у нас подвинулся квест найти ясли гитьянки. Ну, я пока не буду переключаться. Я все-таки доисследую полностью локацию. А потом уже начну тут какие-то задания делать. Так-так-так, кузнечик. Приветики. Спасибо за помощь с этими гоблинами. Если нужно снарягу, какую заменить, ты просто скажи. Выбор у меня, конечно, скудный. А что делать, когда все инструменты в Элтуриэле остались? Эта кузница на соплях держится, а ты выходит кузнец? Ну, вроде того. Раньше, пока Элтуриэль не оказался в Аверне, я был обычным жестянщиком. Ну, а сейчас мои таланты более разнообразные. Да, я многому научился, пока был в преисподней. Надеюсь, что когда-нибудь я это все забуду. Но, между нами говоря, ничто во всех королевствах не стремится с чистой мощью дьявольских машин. Увы, сейчас мои предложения куда скромнее. Ух, ну... Че у нас тут, да? Тяжелый доспех пока не нужно. Вы получаете на один меньше урона. Денег почти, правда, нет. Но даже три монеты мне не хватает. Но я могу ему впулить тут еще какой-нибудь хлам, который тут нас собирал. Но тоже вот я не знаю, насколько вот пригодится, не пригодится мне. Адепты, кто уже там дальше поиграл, надо мне вообще вот коллекционировать вот кучу вот этого говна, которого я тут заскладировал. Или может там продать все это ненужное. Девушки отдыхают. Надеюсь, мы все доберемся целыми и невредимыми. Нам давно надо было уйти. Проклятье! Так нет же, мы сидим. Можно сказать, напрашиваемся, чтобы на нас напали. Нет, оставаться нельзя. Куда ты так торопишься? Тебе не понять. Меня Лоракан ждет. Мне нельзя опаздывать, раз уж... Меня Лоракан ждет меня в ученики взял. До того сам Лоракан, величайший волшебник во вратах Балтура. А, да, того самого Лоракана. Папа, но ты говоришь, что он достигнутый волшебник. Слыхал я это имя. Молодой парень такой, да? Расположился в башне Ромазида в верхнем городе. Тот самый. В глубоководье поговаривают, что он немного хамоват, но... Говоришь, он искусственный волшебник? Разумеется, величайший заклинатель на всех побережьях мечей. Не хватало мне еще учиться у какого-то болвана. Ну, в таком случае я был бы не прочь с ним познакомиться, когда дойдем до города. Сведешь нас? Угу. Так. Я много слышал о Лоракане, и не только хорошее. Обычные сплетни. Порождение зависти пополам с невежеством. Я много лет восхищался Лораканом. Даже не мечтал, что он ответит на мое письмо. Но я вкалывал как волк. Мало кто может со мной сравниться и по способностям, и по магической силе. Скоро имени Ролан и Лоракан станут известны всему и каждому. Вот увидишь. Мой громовой волной я могу любого гоблина поразить. Вот увидишь. Я что, я сейчас не могу с ним пойти, что ли? Типа все, я потерял эту возможность, что ли? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А если его подбодрить, сказать, что он правильно поступает, к Кифлингам нужна помощь? А как же мы? Если мы бросимся им помогать, только себе смертный приговор подпишем. Порежут нас гоглины на куски и точка. А все почему? Потому что Лия вечно бежит к каждому убогонькому на помощь. Выход только один — идти во врата Балдура самим. Тут не выживет никто. Тобой всегда движет эгоизм. Тьфу, ты еще хуже Лии. И мне хватает ее одной. Спасибо большое. До свидания. О, ничего себе. Мой звук-то... Он нас окончательно скипнул. Вот он дает. Нет, такой вариант мне не устраивает. Так, я тут, походу, все-таки ошибся немного. С ним нельзя никуда пойти и взять его типа в спутники. Тут можно сказать, что типа да, окей, там влиятельные союзники не помешают. Ясно. Если тебе нужны внеятельные знакомства, то твой покорный слуга тебе их обеспечит. Мало кто может со мной сравниться, ибо способны с тем и по магической силе. Пройдет параллель. А, ну понятно. И ты будешь хвастаться нашим знакомством. Вот увидишь. До встречи во вратах Балдура, друг. О, вот такой вариант меня устраивает. Вот прям не зря загружался и сохранялся. Как бы там не обоссывали в комментариях мою любовь так делать, это вот приводит все-таки к желаемым для меня результатам. В плане прохождения. А все-таки проходить не хочется так, как мне нравится. И никак по-другому. Так, давайте с Лией поговорим. Гоблины проклянут тот день, когда вздумали напасть на рощу. Мы с тобой сможем принести тут пользу, я не сомневаюсь. Супер. Раз за разом вижу во сне, как кто-то перерезает мне горло. Желаю тебе снов поприятнее моих. Спасибо. Слышь, ты, видела я тебя в драке с этими тварями. Поесть хочешь? Лучше наешься от пуза сейчас, пока есть возможность. Миска с серыми помоями, аж дом родной вспомнился. Так, это что такое? Это еда. Ты хочешь ее или нет? Да. Похлебки не ахти, конечно, но все лучше, чем ничего. До врат Балдура нам все равно придется бежать быстро-быстро. Если гнол тебя унюхает, отбиваться придется изо всех сил, так что ешь до сута. Спасибо. Тебя уже кормили, оставь что-нибудь другим. Получен предмет Бурда. Для просмотра нажми тярь. Где она? Ай, хер знает. Что за книга? Полное руководство Волопа обычаям нимф. Торговец не возражает. Рассматривай товары сколько угодно. Главное, плати за покупки. Торговец не возражает. Нет, у меня и мази, и припарки, и отвары. То есть, первый раз, получается, она нас, типа, поймала на воровстве, и типа, это не совсем хорошо. Согласен. Так, пофиксил. Ммм, мешать... А ты что, разбираешься в алхимии? Ой, слова-то какие мудреные. Но в моем роду все женщины чем-то таким занимались. Всего глоточек и будет тебе счастье, моя золотка. И что это такое? Да просто целебное зелье, ничего умудренного. Держи. Вид у тебя такой, что взбодриться не повредит. Уж прости, что настаиваю, но как твоя здоровьица? Вид у тебя до нельзя болезненный. Бывало и лучше, тут с полпинка не объяснишь. Ох, чего я только не навидалась. Был у меня как-то паренек с дрядой, не в добрый час связался. Жене это не сильно понравилось, тут она на него кипящим маслом и плеснула. И что ты думаешь, я его отлично в порядок привела, при удачном свете выглядит как новенький. Я что хочу сказать, дорогуша, что мы с тобой... Что бы с тобой ни было, клянусь, видала я и похуже. Я бы сказал, она категорически безумна. И мне это нравится, давай расскажем ей обо всем. А в чем дело, Цветик, что не так? У меня в голове сидит личинка мозгоеда. Ты рассказываешь о своем приключении тетушке Этель. Она слушает тебя широко в расход глаза и кивает. Бедняжка. Мне очень жаль тебя, прям право слово. Пока что щупальца не вижу, но это же дело наживное. Помощь тебе нужна, серьезная помощь. Ты нужна помощь. Серьезная помощь. Серьезная помощь. Тут не варивай, ни притирания не помогут, однако. Да, может быть дома у меня что-то и найдется. И что конкретно? Я собрала немного любопытных штучек за все эти годы. Заглядывай как-нибудь в гости, я на краю леса живу. Дай-ка я тебе отвечу, тебе свой дом. Скоро я туда вернусь, приходи. Ну ладно, тебе, может быть, чего-нибудь хотелось. У меня тут кое-что на продажу есть. Кстати, кто-то не одобрил то, что мы ей это рассказали. Блин, вот тут это не пишется, к сожалению. Тут только диалоги пишутся. А вот лог... Можно посмотреть вот так, например. Но тут отсортировать ничего нельзя. А это она эту девчонку с ногами там околдовала? Так, взяли невидимость с тем. Еще что-то. Ну ладно, особо ничего полезного для меня у нее нет. В дороге быть поосторожнее. Ужас, как не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Береги себя, цветик. Я поберегу. Ты мне еще квест дала какой-то? Обратиться к тетушке Этель за помощью. Еще один квест получили. Ну неплохо, неплохо. Сколько лет, пока Роланд выявляет свою звуковую звуководку? В зависимости от того, как много людей уменьшатся, чтобы спросить. Правда. Бард какой-то. Данис. Родин. Двери тут еще фигеть. А где это тет Нэти? Во внутреннем светилища. Блин. Схожу-ка я сейчас еще раз быстренько к этой девчонке, которую тут закрыли, чтобы освежить в памяти. О, аналы врат Балдура, я это читал. Много веков назад один молодой мужчина поднял паруса в небольшой деревушке под названием Серая Гавань и вышел в море. Куда он отправился, где побывал, что повидал, сейчас об этом никто уже наверняка не знает, но то, что он вернулся очень богатым, непреложный факт. Благодаря Балдура, Серая Гавань тоже изрядно разбогатела. На его золото строились причалы, затевались новые предприятия и возводились высокие стены, чтобы защищать нажитое. Одни из врат этого процветающего города были названы в его честь, и сквозь них притекали и утекали такие сказочные богатства, что врата эти в конечном счете снискали большую известность, чем сама деревушка, в которой это все и начиналось. Название Серая Гавань нынче можно встретить разве что в запылившихся книгах по истории, да и древних картах. Но врата Балдура, это название теперь на устах всякого путешественника по Фейруну. Ну-ка, а если не приседать? Какой бы ни была эта добыча, она находится не только под замком, но и под взором. Понятно. Значит, мы тут не палимся. Аккуратно садимся на карты. Вот. Ну, я, наверное, могу даже за кадром тут быстро сбегать, там, посмотреть вообще, что кого-то. Тут, оказывается, все-таки финал диалога немножко отличается за Паладином. Можно предложить ей лечение. И, кстати, она не говорит именно, что за бабкой с ней так поступило. Так. Это не похоже на побочное действие. Позволь, я тебя исцелю. Ну что ж, бесстрашие мне вряд ли поможет, если стрела в лоб прилетит. Не шевелись, я прочитаю заклинание. Так, давайте сохранимся. Это во-первых. И попробуем сбегать под к этой шарухе. Она же еще не ушла? Да, она еще не ушла. Ну, может, она причастна к тому, что девчонка не может ходить. Привет, петель. Не нужно ничего не подпишись. Так, а какое заклинание нужно мне прочитать? Исцеление ран, возложение рук, прикоснуться к существу, вылечив его, либо исцелив от любых болезней и ядов. Ну вот, вот как будто бы вот это мне надо. Но у меня на это зарядов нет. Состояние паралич. Вот оно че. На нее паралич наложили. Блин, у меня снятие паралича можно было взять, но никто его не выбрал. У меня снятие паралича, но я не заранее. Все, что нужно. Нижшее восстановление. Ну вот это. Я знаю, восстановление, да, снимает параличи. Исцеляющий молебен. Исцеляет всех союзников пределов вашей видимости. Нижшее восстановление. А это все? Ну, давайте попробуем низшее восстановление на нее. Моя нога, она швелится. Спасибо тебе. Огромное тебе спасибо. Слушай, между нами, да? Тебе здесь быть не положено, но я закончу. Только не трогай ничего, ладно? Ну, ладно, как скажешь, подруга. Но есть у меня четкое подозрение, что она как будто бы не всем легально поступила в этом плане. Трактата монеток души. От редакции. Данное исследование является частным изысканием автора, целиком и полностью проведенным в Аверно. Первым из планов в девяти преисподних. Уководство, связанное цитадели, не одобряет экспериментов с душами смертных. Сама идея монет душ проста до беспощадности. Магическая и личностная сущность индивида. Его душа вкладывается в чеканный диск из адского железа, чтобы затем использоваться дьяволами и их приспешниками в качестве валюты. Такие монеты часто переходят из рук в руки, так как с их помощью можно оплачивать наемников, покупать магические артефакты и даже питать загадочные адские механизмы. Однако же значение монет душ не сводится только к их использованию в качестве средств денежных расчетов. Мне доводилось общаться с девалицей, которая призналась, что хранит одну монету, с которой не расстается ни за что, потому что именно благодаря этой сделке ее повысили из ранга лемура. Она же свела меня с колдуном-полуэльфом, который после смерти обязан поступить, пустить свою душу на производство такой вот монеты. Мне удалось заглянуть в подписанный им договор, текст которого приведен ниже. Далее следует детально проработанный юридический текст на дьявольском. Полсотни страниц с головокружительным количеством сносок. Ничего себе. Ничего себе. О, а вот отсюда я могу при этом что-то взять, но, видимо, только потому, что там... О, еще вот это, доступный воск можно почитать, тетрадь друида можно почитать. Вот мы идем. Страница в пятнах пыли и грязи, но между утомительными синтенациями о гигиене в длительных путешествиях глаза выхватывают этот кусок. Меня предупреждали, что не стоит отделяться от реки, но мне очень хотелось приключений. А где же искать приключения, как не на полях мертвых? Живя во вратах Балдура, волей-неволей наслушаешься об этих огромных заросших травой равнинах. Но сюда никто не ходит. Кстати, для места с таким потусторонним названием, жизнь здесь на удивление бьет ключом. Ну, может не бьет, но здесь живут честные крестьяне и множество воронов. К сожалению, у меня пока что не было времени исследовать огромные холмы или курганы, как называют их местные жители. Но мне говорили, что там древние артефакты чуть ли не сами из-под ног выпрыгивают. Отличное место для небольшой охоты за сувенирами. На форзаце нацарапано и подчеркнуто. Статская книга. Грязные страницы заполнены записями о приходе и расходе пищи и медикаментов. Судя по последним записям, запасы на исходе. О. Так, а мне вот вообще интересно. Пойду-ка я немножко погуглю про эту пандирну. Может, есть какие-то интересные особенности на нее. Квест какой-то. Я почитал сейчас такой достаточно огромный гайд по вообще этому квесту. Тут прям... Ну, это точнее даже не квест, а просто ситуация. То есть задача-то была разобраться, действительно ли это квест. И не нафаршмачил я что-то, где пролез вне очереди, чтобы узнать вообще, что это такое. Ответ нет. Действительно, сюда можно попасть только через взлом. Я это сделал правильно. И я даже догадался, как вылечить правильно. Это, опять же, всем подписчикам спасибо, кто мне в Pathfinder тогда помогал разобраться. Поэтому я тут, как говорится, хуй к носу прикинул и понял, что малое восстановление действительно мне поможет ее излечить от паралича. Да, вот так вот все-таки не зря как-то плюс-минус начал там с D&D разбираться. Но тут есть как бы другой интересный момент. Она в этом сундуке хранит сокровища. Эти сокровища можно, в общем, весьма сложным и окольным путем получить. Там, конечно, вся статья на английском. Мне было действительно проблемно в этом разобраться. О, кстати, вот этот малой, который от нас убежал. Это же он, походу, да? Можно к нему сейчас будет сходить. Но вот я, правда, не понял... Где... Там всякие вот персонажи, которые мне могут помочь в идентификации этого сокровища. Так что тоже такой спорный момент. Ну, примерно делается это так. Берем Гейла. Гейл призывает фамильяра, кота. Ну, вот, кот. Так, теперь мы берем тебя. Кот делает мяу-мяу. Опять не переключилась. Кажется, это была частная собственность. Другой раз действует благоразумнее или незаметнее. Понятно. Ну, вот, ключ от шкафчика какого-то. Простой маленький ключ, таким обычно запирают шкафы. Найден в изумрудной роще. И золото, и малахит. Ну, короче, типа херобора какая-то, на самом деле, бесполезная. Ради которой нет смысла лезть в такие проблемы и заморачиваться лишний раз даже с каким-то вот таким ключиком. Я так понял, этот ключ все-таки от этих ворот. Вот, ну, по крайней мере, судя по гайду. Вот. Так что предлагаю тогда на этом закончить. Я сейчас загружусь, где я еще вот не профоршмачился перед ней. Так что я благодарю всех за просмотр. До скорой встречи. И стоять я вот что вспомнил. Оказывается, все-таки это тетушка Этель ей дала вот это. Снадобь я это в гайде прочитал. Совсем забыл про это сказать. Вот, потому что здесь-то это не раскрывается. А вот гайд, который я читал, там все-таки указано об этом. Что это именно там бабка была. Ну, то есть даже вот... А куда это, подождите, а где? Найти лекарство. Вот, да. То есть вот, это именно Этель была. Так что все я правильно предположил. Ну, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok